Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Школа ЖКХ» и я, ее ведущая, Зайнеб Хубиева. О том, как открыть счета «Экскроу», какие преимущества данного вида счета при участии в долевом строительстве, нам расскажет сегодня оригинальный директор, управляющий операционным офисом Ставропольского филиала АО «Росельхозбанк» в городе Черкесске Елена Викторовна Шрам. Добрый день, Елена Викторовна! Добрый день! Елена Викторовна, подскажите нам, пожалуйста, что такое счет «Экскроу»? Мы в прошлой передаче с представителями Министерства строительства обсуждали данный вопрос, а вот подробно, вы как представитель банка, расскажите гражданам, что из себя представляет счет «Экскроу» и почему его ввели в законодательство? Да, с 1 июля 2019 года долевое участие, при котором получатели жилья инвестируют в стройку, будет упразднено. Теперь застройщики смогут воспользоваться не деньгами дольщиков, а банковскими кредитами. В связи с тем появилось в нашем понимании такое вот название, как вы сказали, счет «Экскроу». Счет «Экскроу» что на себя представляет? Это специальный банковский счет, открываемый в валюте Российской Федерации. Его открывают банки, депоненту для расчета по договору долевого участия в соответствии с требованиями федерального закона. Он позволяет блокировать денежные средства, полученные от депонентов или, иными словами, от наших дольщиков, в целях их передачи бенефициару или застройщику при возникновении оснований, предусмотренных договором долевого участия. То есть, Елена Викторовна, как я понимаю, сторонами в договоре являются банк, застройщик и гражданин. Три лица. Совершенно верно. Этот договор трехсторонний. Заключается он между банком, бенефициаром, то есть застройщиком, и депонентом, то есть физическое лицо, которое заключает с застройщиком договор долевого участия. То есть, каждый гражданин для себя отдельно должен открыть счет Экскроу. Общего счета на дом нету, каждый гражданин для себя отдельно открывает. Да, заключается один общий договор с бенефициаром, с юридическим лицом, и уже на один объект, на каждый объект строительства, и уже на вот этот объект строительства открываются счета на каждого, считая Экскроу, на каждого участника долевого строительства, на каждого гражданина, на каждого депонента. Скажите, пожалуйста, а какие условия? Любой гражданин может открыть счет Экскроу, или вот к ним гражданину тоже какие-то требования предъявляются? Ну, вы знаете, не к гражданину. Любой гражданин, который заключил договор долевого участия, то есть вот для открытия счета нам понадобится заявление на открытие счета от бенефициара, заявление на открытие счетовую скроу от депонента с обязательным приложением к этому заявлению договора на долевое участие, то есть он должен быть зарегистрирован в рамках требуемых законам. То есть в регистрационной палате обязательно, вы не принимаете другое соглашение, другой договор долевого участия вы не принимаете, который не 204. Да, только в заключенном, в установленном законодательством Российской Федерации порядком. Елена Викторовна, а вот если гражданин заключил договор, поступают денежные средства, ну, может быть такая ситуация произойти, что он не выполняет условия договора, к примеру, не своевременно вносит оплату. А можно как-то, у вас штрафные санкции предусмотрены за не выполнение условий? Скорее всего, штрафные санкции предусмотрены в договоре долевого участия. Банк только лишь может расторгнуть договор, скроу, да, в нескольких случаях. Это не поступление, либо не зачисление вообще суммы, указанной в договоре, на счет от депонента в срок, установленный именно в этом договоре. И еще, как одна из причин расторжения договора, это выдача, перечисление денежных средств на счета бенефицара, то есть после того, как будут выполнены все условия. Поэтому, как таковых штрафных санкций банк не применяет. То есть вы не следите за тем, как будет гражданин пополнять свой счет экскроу. Как я понимаю, там есть одно общие типовые договоры, вот вы мне показывали, я смотрела, там есть общую сумму, например, 2 миллиона он должен донести к 2020 году, да, или к 2025 году. Но ежемесячно он должен вносить по 20 тысяч, к примеру. Вот то, как он вносит эти 20 тысяч ежемесячно, вы не проверяете. Это на контроле у застройщика. Как выполняются условия договора долевого участия. Вы открываете только счет и являетесь гарантом того, что деньги с этого счета застройщику не будут переданы до того момента, пока тот не завершит строительство и не зарегистрирует право собственности на данное жилое помещение, которое приобретается лицом. Да, совершенно верно. Елена Викторовна, скажите, пожалуйста, какие плюсы у данного вида счета для гражданина, а также для застройщика? Какие преимущества банк предоставляет? Какие льготы, может, или гарантии определенные? Почему законодатель решил ввести данный вид счета Экскроу? Вы знаете, у нашего дольщика масса преимуществ, я бы сказала. Почему? Потому что здесь он не рискует остаться без жилья и без денег. Почему? Потому что банк ограничивает использование этих средств застройщиком до тех пор, пока объект не будет сдан в эксплуатацию, пока не будет получено право собственности хотя бы на одну квартиру из этого многоэтажного дома, деньги застройщику с счетов Экскроу перечислены не будут. Банк в этом случае строго контролирует. Только после перечисляет бенефицару сумму денежных средств в срок не позднее пяти рабочих дней с даты предоставления разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, сведения из единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие государственную регистрацию права собственности. А какие льготы для застройщиков? С одной стороны, понимаем, государство заинтересовано, чтобы у гражданина не было рисков. А застройщику как быть в данной ситуации? Да, застройщик может воспользоваться проектным финансированием. Что это такое? Это кредитование. У нас у банков получены рекомендации от Центробанка с участием Министерства строительства, с участием АО «Дом.РФ», в которых предусмотрены льготные условия при проектном финансировании нашего застройщика. Это касаемо и сроков рассмотрения самого проекта, не более 45 дней, так звучит в рекомендациях. Это и принятие решения при первоначальной подаче заявки на кредитование. Оно должно быть в течение трех дней принято решение, либо работать за этим застройщиком, либо не работать. Тоже очень важно, на самом деле, не упускать время. Также будут применены льготные процентные ставки. Я бы даже сказала, не льготные, а более дифференцированные. Процентная ставка будет снижаться в зависимости от того, насколько будут исполнены условия строительства. То есть для застройщика тоже есть плюс. Если он за свои средства, у него не будет собственных средств, а средства, которые предоставляют дольщики, они будут на счетах X-Crow, то он может взять кредит. И, как я смотрю, кредит достаточно на льготных условиях. Но общие рекомендации Центробанк дают 7, а потом в зависимости уже каждый банк уже сам регулирует данный вопрос. А скажите, обратиться за проектным финансированием он может только в тот банк, в котором я считаю X-Crow? Ведь, например, в нашей республике, как нам в прошлый раз говорил представитель Министерства строительства, есть три кредитные организации, которые аккредитованы. Это Россельхозбанк, это Сбербанк и Связьбанк. Он может, например, открыть счет, например, X-Crow в Связьбанке, а за проектным финансированием обратиться в Россельхозбанк, потому что ему условия Россельхозбанка больше нравятся, чем Связьбанк. На самом деле нет. Кредитоваться может в том банке, где открыты счета, но и наоборот, где открыты счета, там и кредитуются. Спасибо, Елена Викторовна. Уважаемые телезрители, теперь вы знаете, как открыть данный счет и о плюсах данного вида счета для гражданина, участника долевого строительства и застройщика. А если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете их задать по телефону горячей линии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики или отправить свой вопрос на наш адрес электронной почты. Также напоминаем номер телефона специалистов Министерства для консультации по вопросам участия в долевом строительстве. А на этом у нас все. До новых встреч на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова